Проект «Сто вопросов феминисткам», который зародился в Перми, похоже, прижился и у нас в Челябинске. На одной из встреч сторонников этого движения побывала наша съемочная группа. С тех самых пор, как женщины отстояли свое право получать образование, работать и голосовать на выборах, вопросов, связанных с дискриминацией, не меньше не стало. Обсудить то, что наболело, решили авторы проекта «Сто вопросов феминисткам». Дело в том, что в преддверии вот этого 8 марта своего праздника Пермский госуниверситет провел конкурс для девушек. И в рамках этого конкурса была фотосессия, где девушки позировали как бы обнаженными, завернутыми в простыни. И мои коллеги обратили на это внимание, я обратила внимание, я написала пост об этом в фейсбуке, легла спать, проснулась, а там, в общем, фейсбук в огне и огромные дискуссии. И на волне этой дискуссии, где, конечно же, всплыл вопрос и о феминизме, и вообще, что такое объективация, и что происходит, я и моя коллега Дарья Вершинина, которая преподаватель Пермского госуниверситета, мы решили провести вот такую неформальную встречу. Организатором встречи в Челябинске выступил преподаватель ЧЛГУ Александр Фокин. К этой теме у известного историка и личный, и профессиональный интерес. Меня эта тема интересует, но, естественно, я хотел дать слово, скажем, людям, которые активно в это вовлечены. Мужчины видят некую угрозу своему положению. Для многих мужчин это такой вызов, как женщина может зарабатывать, например, больше, чем я. Как женщина может быть таким же профессионалом, как я, и так далее. Поэтому, естественно, как бы основной момент негатива идет в мужчин. Ну и некоторые женщины, которые считают, что это тоже разрушает какой-то институт семьи, институт брака и так далее, они тоже довольно критично или негативно относятся к идее феминизма. Челябинск в этом пермско-питерском проекте представляет писательница, активистка движения «Интерсекциональный феминизм» Римма Аглиулина. Феминизм – это такой зонтичный термин, который накрывает собой достаточно большое количество политических взглядов. Среди них, в том числе, интерсекциональный феминизм. То есть феминизм, который занимается чуть-чуть более широтным спектром вопросов, чем просто полнодороженский вопрос. Существует теория пересечений, привилегий, соответственно. Это говорит нам о том, что в том числе не только женщины являются неким объектом давления со стороны общества, в том числе существуют другие виды. Нам всем знаком, скажем, расизм, нам всем знакома гомофобия. Существуют такие менее известные, но тоже термины, как классизм, например. То есть восприятие людей разного социального положения, как более низких существ по определению, а не просто людей другого социального положения. И многие-многие другие виды. Разбег вопросов достаточно широк. От роли женщины в политике до колготок и каблуков, как символа бытовой дискриминации. Лилия – студентка, одна из тех, кто мужским комплиментам о своей внешности предпочитает холодное равнодушие. На самом деле ты не понимаешь, что ты сталкиваешься с каким-то насилием, с каким-то притеснением, пока ты не узнаешь, что на самом деле такое притеснение. Что когда тебе делают комплименты, например, какие-то незнакомые мужчины или делают какие-то предложения, что это неприкольно, что они нарушают твою территорию. И сейчас, когда я узнала, что они поступают, они нарушают мои границы, сейчас я уже знаю, что я могу не улыбнуться, а просто пройти мимо или поставить их на место. Это очень приятно. Важно, чтобы люди почувствовали, что они не одни, потому что очень много вопросов, которые нам приходили. Вот я феминистка, но мне сложно об этом говорить, или как объяснить моим близким. Ну вот чувство некого такой изолированности, маргинальности. И мне кажется, такие площадки, я надеюсь, позволят это преодолеть. Просто почувствовать комьюнити, поддержку, может быть, что-то узнать, какие-то новые связи получить. По заявлению организаторов, из-за очевидного интереса к их проекту, подобные встречи будут продолжаться и в других городах России. Тем временем, полная версия челябинской дискуссии «100 вопросов феминисткам» уже появилась в сетях.